Вы знаете, так интересно, как будто национальная идентичность, гордость и свобода — это товар. И кто больше предложит, как на аукционе, тому и стоит продаться и отдаться. Вот так, что ли, вопрос ставить? Так нельзя вопрос ставить? Нужно каждой стране определиться, ну, наверное, в зависимости с ее историей, с ее планами на будущее, с ее культурой, философией, у кого-то идеологией, у кого-то, не знаю, политикой внутренней и внешней. Это государство суверенное или это государство, которое готово делегировать, отдать, ну, не знаю, там, кто-то, может, и торгует, сложно мне сказать, своей независимостью, своей свободой. Это то, что мы сейчас наблюдаем, очередной факт циничного и бесцеремонного вмешательства США в дела суверенных государств. Вот сейчас мне понравился в Вашингтоне грузинский закон о прозрачности иностранного влияния. А дальше что будет? А какой еще закон не понравится Вашингтону? Вы понимаете, что это же, это по большому счету пробный шар. Вот если сейчас Тбилиси, Грузия, народ Грузии поддастся вот этому шантажу, они просто продемонстрируют, что с ними можно делать все. Это факт. Точно так же происходило с Украиной. Как только Украина показала, что любой закон, который регулирует внутреннюю жизнь Украины, украинского народа, украинского общества, может быть разработан на американские деньги и, соответственно, реализован в виде законодательного акта, а потом еще и исполнен быть, все поняли на Западе, что с этим государством можно делать все, что угодно. Ну, собственно говоря, они и сделали. Теперь нет украинской государственности, теперь нет суверенитета и независимости Украины. Все это растоптано коллективным Западом во главе с США. Вот раз... Вы посмотрите на заявления штатов. Раз Тбилиси не поддается на вот эти самые, так сказать, давления и влияния со стороны Вашингтона, то тут же Грузию сходу обвинили в подрыве демократии. И тут же сказали, что за подрыв демократии Грузию нужно наказать. И США, и союзники грозят властям Грузии персональными санкциями, блокированием евроатлантической перспективы страны, лишением статуса кандидата в Евросоюз, приостановкой безвизового режима поездок грузинских граждан. Это только один закон. Боже ж ты мой, о чем он? Он только о том, что все получаемые средства на территории Грузии нужно декларировать и объяснять их происхождение, если они нацелены на влияние на внутриполитические процессы. Самое главное, мы об этом тоже говорили, такой же закон есть в Соединенных Штатах Америки, собственно говоря, все с него все и копируют. Это закон Фара 1938 года. Такой же закон есть в 60 странах, в том числе и в странах Европейского Союза. Да сам Европейский Союз сейчас разрабатывает ровно такой же закон. И, кстати говоря, флагман так называемой западной либеральной демократии Париж тоже делает аналогичную вещь, разрабатывает такой же закон. С другой стороны мы видим, как уничижительно, унизительно, абсолютно без какого-либо уважения к чести и достоинству грузинского народа Запад предлагает подачки на случай изменения оппозиции. Купить, что ли, хотят? Наверное, просто не понимают, с кем они имеют дело. Откуда у Запада это? Это те самые колониальные практики. Запугать, сломить и, конечно, обмануть. Пообещать очень многое, потом в обмен на золото сунуть бусики из стекляшек и все, и быть таковым. В отличие от западников, угроза и шантаж, как вы понимаете, не наш метод. Мы выстраиваем связи, исходя из коренных интересов народов наших стран и, в частности, российского и грузинского, в условиях отсутствия депотношений. Увы, напомню, не по нашей инициативе они были разорваны. Мы прекрасно понимаем, кто стоял за теми провокационными событиями, стояли Штаты. Мы в нынешних условиях делаем акцент на развитие торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества без какого-либо искусственного, так сказать, увязывания.